Радуюсь солнцу и миру. Утро встречала Москва. Вдруг разнеслись по эфиру памятные слова. В 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война. 75 лет прошло с тех пор, как советские войска приняли на себя первый огонь фашистских захватчиков. Дань памяти огромным потерям, понесенным в первые дни войны, россияне отдают 22 июня, в День памяти и скорби. В Щелковском районе торжественный митинг, посвященный трагичным событиям, как и по всей стране, проходит ежегодно, ровно в 4 утра. Мы должны помнить для того, чтобы горе не повторилось. Мы должны помнить для того, чтобы наши герои, которые ушли, знали, что их смерть, их гибель была не напрасной. Сегодня в Брестской крепости принимает участие наша делегация. 18 человек из Щелковского района наших ветеранов. Именно там первые наши солдаты встретили врага. В нашей семье несколько человек погибли на этой войне. И вот один из них, Михаил Миронов, мой дядя, погиб именно, наверное, вот в эти минуты в Брестской крепости. Фашистский вермахт был силен и коварен. Фашисты хотели подавить волю нашего народа своими зверствами бесчеловечными. Но наш народ не сломался. Он мужественно принял эти первые бои на границе. Знамя победы в надежных руках. И мы его не уроним. Мы всегда будем помнить тех людей, которые отдали жизнь за нашу Родину. От набережной Серафима Саровского до аллеи памяти. К торжественному шествию, посвященному 75-летию со дня начала Великой Отечественной войны, присоединилось множество неравнодушных жителей Щелковского района. Ветераны и молодежь, представители общественных организаций, депутатского корпуса и администрации. Этих людей объединило понимание, чтобы отдать дань уважения тем, кто более 70 лет назад пал на фронтах Великой Отечественной войны. Такая акция необходима. В ней заложены глубокие традиции памяти и народного единения. Она необходима всем, потому что на этом воспитываются наши дети, внуки и правнуки. И очень хорошо, что эта традиция пошла в жизнь. В наше время молодежь очень мало помнит, мало знает о истории нашей страны, о том, как давалась победа. Это очень важное событие для того, чтобы почтить память всех погибших. 22 июня, ровно в 4 часа, фашистские захватчики напали на нашу страну. Мы, молодежь, не можем быть безучастны в данном дню о скорби и памяти. Потому что это наша память, это наша Родина, это наше будущее, это наше прошлое, это наше настоящее. Завершилось шествие у мемориального комплекса «Аллея памяти». Здесь состоялись молебен и минута молчания в память о погибших войнах. Возложению цветов к вечному огню не помешала внезапно разыгравшаяся непогода. 75 лет назад было положено начало, пожалуй, самой трагичной странице в отечественной истории. Ее переписать невозможно, но в наших силах сделать так, чтобы подобные преступления против человечности не повторилось никогда. Самое малое, что мы можем, это помнить.